Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Сегодня мы опять поговорим о почтовых рассылках. MailChimp, который я рассматривал не так давно, удобное приложение, но если у вас сайт на WordPress, мне кажется удобнее пользоваться MailPoet. Поэтичное название, да и приложение неплохое. Это даже не приложение, а бесплатный плагин для WordPress. Пока я его тут нахожу и устанавливаю два слова о плагине. MailPoet позволяет осуществлять почтовые рассылки прямо из админки вашего сайта. Также он позволяет создавать формы подписки на рассылку, следить за статистикой. В общем MailPoet это все про почтовые рассылки и даже больше чем все. Тут у нас курс молодого бойца, короткий и в общем-то не очень информативный, поэтому мы переходим в настройки плагина. Он у нас появляется здесь как отдельное меню. Настроек много, но как всегда лучше ничего не трогать, а что нужно трогать, то и так понятно. Благо все на русском. А вот тут можно выбрать способ отправки. По умолчанию он активирует отправку с вашего сайта. Вот так это выглядит. Но у меня именно с этим возникла проблема и я надеюсь, что она возникла только у меня, поскольку не очень понял, как ее решить. У меня он отправляет письма с неопознанного ящика и я подозреваю, что это из-за настройка SSL сертификата или еще из-за чего-то. Сервер-то тестовый, я на него наустанавливал уже столько всего и уже забыл где и что переписывал. Поэтому, надеюсь, у вас такой проблемы не возникнет. В крайнем случае можно использовать сервис рассылки Mailpoet. До 1000 подписчиков это бесплатно. Да и сами поэты рекомендуют пользоваться их сервисом. Видите сколько зеленых галочек за них против красных за рассылку сервера. Хотя эту зелень они, я думаю, преувеличивают. Вам нужно зарегистрировать у них аккаунт, выбрать бесплатный тарифный план и активировать его в плагине. Не буду показывать как, это долго. Тем более, что если вот здесь указать свой почтовый ящик, то письма должны приходить с этого ящика. Это у меня просто какой-то сбой. Ящик должен иметь место на вашем сервере, то есть иметь вид что-то собака ваш домен точка ру. Далее тут есть закладка подтверждений регистрации. Про это тоже надо бы рассказать, но тоже не успею. Надеюсь разберетесь. Если нет, пишите в комментариях, сделаю еще скринкаст. Это относится к форме регистрации на подписку, которую также можно создать в Мейлпоэта и разместить на сайте. То есть форма регистрации, подтверждение, отказ от подписки и вообще все, что связано с работой с подписчиками, это тоже Мейлпоэт. А мы все-таки перейдем к рассылке. Собственно, к основному в этом плагине. Понятно, что рассылка начинается с подписчиков. У вас должны быть те, кому вы собираетесь рассылать письма. Их можно добавить здесь по одному, либо загрузить какую-то базу в CSV. Загружать пока никого не будем, просто добавим подписчика. Имейл. Он подтянул из скуков имя и фамилию, правда на английском. Здесь можно выбрать статус подписчика. А здесь выбрать список. Пока он у нас только один, тот, что по умолчанию. А вот. Добавился. Теперь, что касается списков. Это база имейл-адресов, которые вы можете создавать самостоятельно. В зависимости от задач создаете несколько баз и рассылаете письма разным группам. Вот, например, подписавшиеся на регулярный пожертвование. Добавляете туда имейл-адреса. Можно при заведении, можно отредактировать потом. И пишите письмо. Добавить. Тут он предлагает несколько групп шаблонов. Выберем рассылку. И вот тут у нас куча всяческих шаблонов писем. Это чересчур сложное. Это про продажи. Сейчас найдем что-нибудь попроще. Вот. Отлично. Тема – это заголовок. Но его потом можно изменить. И само письмо. Это блоки. Тут есть теги переменные. В данном случае они подставляют имя. First name. И блоки уже можно редактировать. Можно удалять ненужные или добавлять свои. А вот картинка. Выбираете из картинок на сайте, или можно загрузить новую. Ну и дальше все просто. Кидаете блоки. Добиваетесь того вида письма, который вам нужен. Можно вставлять кнопки, например. Здесь URL для перехода. Словом, для тех, кто работает в Гутенберге – ничего нового. Для тех, кто не работает – обновляйте WordPress и переходите на Гутенберг. Ссылка в описании. И когда письмо готово, на него можно посмотреть и переходить к следующему этапу. Отправки. Здесь заголовок. Subject. Будьте креативны – советуют поэты. И не пишите в Subject добрый день – советую я. Выбираем список рассылки. Можно указать для ответа в другой email. Опять подтянул что-то из скуков. Все. Отправляем. Можно еще запланировать рассылку на какой-то день и время. Тоже удобно. Но мы просто отправим. Все. Улетело. И тут у нас появляется статистика по рассылке, вплоть до информации, кто открыл письмо и кто перешел по ссылке из письма. Весьма удобно, бесплатно и, главное, все это живет у вас в WordPress. Не надо переходить на какие-то внешние сайты, вспоминать логины, пароли и как это работает – MailPoet всегда под рукой. Все любите друг друга. Email-рассылка, хотя и устаревшее понятие, но все еще актуальный и весьма эффективный инструмент. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.